Нарезаем хлеб, добавляем соли, блюд готов. Здравствуйте, меня зовут Павел Пятуков, я шеф-повар ресторана Зарядье в парке Зарядье. Сейчас мы будем с вами готовить знаменитые котлеты по-пожарски, это старинный рецепт русской кухни. Для этого нам потребуется охлажденная курица, сливочное масло, репчатый лук, яйца. На гарнирах мы будем делать картофельное пюре. Разделываем курицу. Вот курицу мы разделали, сейчас нам из этого цыпленка надо будет сделать куриный фарш. Для фарша нам потребуется жареный репчатый лук. Почему жареный? Потому что он будет отдавать нашему фаршу очень хороший вкус и будет мягкий внутри. Обжариваем лук на сливочном масле. Обжарить лук надо на золотистой корочке. Ну вот, лук пожарили до такого состояния. Добавляем сливочного масла, грамм 200, 5 зубчиков чеснока, горбушку хлеба, горбушку хлеба, три яйца, и 150 грамм сливок. Соль, перец по вкусу. Перевешиваем это и отправляем в мясорубку, чтобы из этого всего сделать фарш. Начинаем дело гарнир. Для гарнира нам нужно приблизительно килограмм картошки. Вот. Ставим варить. Будет она вариться в течение 20 минут, пока мы будем готовить фарш. КОНЕЦ Фарш готов. Добавляем по вкусу черного перца, соли и хорошенько его замешиваем, чтобы весь хлеб, сливочное масло, чеснок и лук полностью перемешались. Как только фарш замешали, надо отправить его минут на 10-15 в холодильник. Так, самая важная часть для пожарских котлет это сделать гренки. Нарезаем хлеб тонкими кусочками. Наш фарш пролежал, отдохнул. Теперь мы из него формуем небольшие котлетки. Круглые формы. Сначала выкладываем греночки вниз. Выкладываем котлетки на греночки. А потом аккуратненько греночками закрываем котлетки сверху. Чуть придавливаем, чтобы с разных сторон, чтобы гренки прилипли. Берем небольшой противень. Смазываем его растительным маслом и аккуратно выкладываем на противень наши котлетки. Оставшиеся греночки используем также по назначению. Сверху поливаем топленым сливочным маслом и отправляем в печь на 25 минут при температуре 180 градусов. Так, картошка у нас сварилась. Делаем картофельное пюре. Добавляем грамм 200 сливочного масла. Масла не жалейте, потому что картофельное пюре очень любит масло. Добавляем соль и перец по вкусу. И грамм 100 жирных сливок. И перемешиваем до тех пор, пока что не исчезнут комочки. Наши котлеты готовы. Теперь занимаемся оформлением блюда. Берем наше картофельное пюре. Берем наши котлетки. Оформляем зеленью. И можно украсить ягодами брусники. И чуть-чуть сливками. Блюд готов. Благодаря натуральной пользе фруктов, сок добрый сделает ваш ужин вкусным и полезным. Ждем вас в парке Зарядье, в ресторане Зарядье. И подписывайтесь на YouTube-канал Метро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин